Это Тобольский Кремль. Вот такая площадка. Там вот тоже красиво, потом посмотрим. А здесь, представляете, я в девятом классе, тут было большое футбольное поле. Мы сюда, я в Новый Рингович, на соревнованиях ездили. То есть, ну, круто здесь было. Такой замечательный, ну, вот просто архитектурный шедевр, я считаю. Вот такая вот эта цепь. Прям красиво. Это вот такой фирменный стиль. Смотрите, здесь еще одно красивое место. Тут собор уже отсюда виден. Вот тут часовня, колокольня. Большие, прям красиво. Пойдемте. Сейчас откроется вид на такой подгорный Тобольский, так называемый. Вот, видали, какая там? Тоже красотища вообще тут. Много ступей видно. Там, там. Как на ладони. Вот там вот Тобол, река виднеется. Ну, кто не был, я всем рекомендую в Тобольск приехать. Это вот маленькая часть той красоты, которая здесь есть. Там вот, смотрите, елка какая красивая, там каток. Сейчас самое время будет показать и офис. Всем добрый день. Мы находимся в офисе в городе Тобольске. Олеся Анатольевна руководитель. И сейчас хочу показать небольшую экскурсию, как вообще тут офис живет, что происходит. В Тобольске у нас 100 тысяч населения? Да, да. И мы тут достаточно эффективно работаем. Уже 9 лет. Уже 9 лет. Это один из первых наших городов, который вообще был открытый, если не ошибаюсь, там. После Сургута второй. Все эффективно. Сделав год, проходит примерно... Сколько у нас здесь комиссии? Ну, в среднем в месяц 200. 200 где-то. Ну, где-то 2500, да, примерно в год. То есть, ну, хорошие цифры. Вот. Давайте посмотрим. Вот здесь у нас клиентский зал. Сейчас еще достаточно рано. Кстати, у вас много для... 6 переговор этих столов получается, да? Мы забываем, что мы там в месяцах заняты и еще садимся в переговоры. Пойдемте посмотрим переговорные комнаты. Важно, что везде вентиляция, обратите внимание. То есть, кондиционирование, приточка, вытяжка есть здесь. Все нормально. Здесь тоже, да, еще одна? Вот. Ну, что еще? Ну, кстати, у вас так все фирменно здесь, все как надо. Так, ресепшн тоже, да? А, это же это больше. Ага, у нас пресс. Что, как обстановка? Все прекрасно, все хорошо. Все хорошо? Мне очень нравится, да. Здесь работает. Ты давно уже не проводишь? Ну, 70 где-то уже. А, ну, это так. Вроде и давно, вроде и недавно, да? Ну, да. Хороший коллектив. Все, молодец. Все, присаживайся. Спасибо. Так. Кстати, мне вот понравился вот этот, это же это Больс, да? Красиво. Украшен офис хорошо. Пойдемте посмотрим. Это звезды, которые эффективно работают. Ну, это у нас везде такой стандарт. Даниль Даньярович суперлидер. Так, тут центр, юридический отдел и центр ипотеки. Так, здравствуйте. Здравствуйте. Как у вас дела идут? Хорошо, все. Настя, рассказывай, как у тебя департамент вообще поживает? Ну, в принципе, все хорошо. Стараемся, работаем над основными нашими цельными, задачами. С клиентами работаем. Да? Ипотеку одобряем. Так, понятно. Так, слушай, сколько примерно сейчас, вот сейчас уже ставки повысились, да? Поток стал меньше? Поток немного снизился, но все-таки… Это Новый год. С Новым годом. Не, ну, после 23 декабря всегда все резко меньше становится. То есть это 100%. Да. То есть в целом мы, конечно, ожидаем, что после Нового года у нас опять клиент активизируется. Хорошо. Так, если так вот с банками, сколько тут банков? Вообще мы в Тобольске работаем с 12 банками, но ряд банков, порядка пяти, они представлены только в Тюмени. Но также у нас есть по двум банкам возможность подписывать кредитный договор здесь, в офисе в Тобольске. Все, понятно. Так, ну ладно. Я так понимаю, что рабочий день у вас, так, задерживаетесь или нет, или все нормально, успеваете все? Задерживаем все редко. Здесь, конечно, приоритеты расставляем сами. То есть если нам нужно клиента срочно в банк отправить, там, или в страховку сделать, то он успевает. Так, ну и страхование тоже все осуществляете, правильно? Конечно, да. У вас как-то отдельный страховой брокер, или вы все вместе сидите? Ну вместе все. А вы универсальны, да? Слушайте, молодцы. Ладно. Так, ну на следующий год какие ожидания? Все-таки ставка там повышается, как у вас там? Ожидаем, что ставка будет повышаться. Клиентов тоже к этому готовим. Но объясняем, что мы можем предложить более низкую ставку за счет наших скидок от банков, партнеров. То есть им рассказываем, конечно, преимущество работы с компанией. Так, ну ладно, спасибо. Вроде коллектив у вас замечательный. Да. Все. Но ты сколько уже в компании? Ну, в пятый год. Да, уже, ну очень давно. Тут вообще стабильно все. Все стабильно в Тобольске. Все, спасибо большое. А тут кто-то сидел, да? И сейчас это... Ну у нас тут юристы же были. А вы их в другое помещение? Нет, да, сейчас уже сидели. Ну вам тут вообще теперь комфортно. Можно тут диванчик поставить. Так, все, пойдемте дальше. Здесь часть, еще другие компании сидят, но их не так много. Три, по-моему, двери. Пойдемте посмотрим. Так, здесь, я так понимаю, внутренняя переговорка. Тоже. Ага. Все как надо сделать. Ну, в общем, да, тоже обратите внимание, вентиляцию провели везде. Вот какие там это... Системы большие. Вот. Ну, удобно сделано. Нормальный экран большой. Все как надо. Молодцы. Так, Алиса Анатольевна, а вы здесь сидите, да? Алиса Анатольевна на втором. А, на втором, да? Так, хорошо. Так, а вы чем вы называетесь? Я по подбору персонала. А, что... Как дела? Ну, что, потихонечку. Осваиваюсь я только два месяца. А, два месяца только, да? Так, понятно. Слушай, а до этого в какой сфере работала? Я в продажах. А, в продажах, да? Тяжело, нет? Как здесь вообще, Эрик? Ну, сложновато, я бы сказала. Да, сложновато. В плане того, что все люди разные. Людям нужно отработывать. Ну, например, кандидат приходит, ему нужно что-то определённое. Там, по-разному. Люди разные, с характера сложного. Иногда бывает очень. Да? Ну, понятно. Ну, это лиха беда начала. Так, Евгения, у вас как обстановка? Ой. Ну, в целом неплохо. Неплохо в целом. Есть, конечно, провальные периоды. Ну, с кем не бывает, как всегда в жизни. В целом неплохо. Ищем. Рыщем. Слушайте, ну, у вас же не только рекрутинг, важно же развитие персонала, обучение. Я сейчас посмотрю, у вас сейчас много тренингов будет на январские праздники. Да, у нас огромная идёт программа, насыщенная, там каждодневные идут тренинги онлайн. Это очень удобно. Мы вот сейчас как раз разрабатываем письмо со всеми ссылками, поздравительные, приглашение к нам в компанию. Нашим кандидатскому. Так, хорошо. Мы выровнялись по численности коллег. Вот, поэтому основное направление было это найм. После того мы приняли Кристину, мы проходили адаптацию, конец октября, ноябрь. И вот ноябрь как раз и декабрь я вас занимаюсь как раз уже развитием адаптации, закрепляемостью, текучестью и программой на следующий год стратегию, так сказать, разрабатываем. Ну ладно, ну всё, надеюсь, всё хорошо будет и вы там в это более комплексно ко всему подойдёте. Обязательно. Всё, в следующем году узнаем. Спасибо. Так, пойдёмте дальше. Здесь комната отдыха, пойдёмте, я вам покажу. Такая, ну, достаточно специфичная, особенно вот это одеяло, мне кажется, зачётное такое, не знаю. Всё так это, ну, по крайней мере, сидишь вот так вот, видно Париж. Париж, это у нас мост в Нью-Йорке, я по нему ходил даже пешком. В общем, хорошо здесь, ну, база отдыха может стоять. Так, пойдёмте дальше, пойдёмте на второй этаж. Ну, понятно, что клиенты уже туда не ходят. Так, здесь у нас риэлторские залы. Слушайте, я вам сейчас хотел рассказать удивительную историю. Это у нас один из немногих офисов по всей сети, который не переезжал. Значит, в 2012 году, когда мы открывались, вот это был весь офис. Вот этот кабинет, вот эта часть и вот эта часть. У нас Андрей Черков тогда начинал, был руководителем. И вот был вот этот квадрат, 50 здесь было буквально. Здесь, я помню, здесь ресепшн был, стоял вот так вот. Перегородка стояла, да, перегородка стояла, вот. И вот там, по-моему, там руководитель сидел у нас. Вот, поэтому такое время было интересное. Татар Шикрукович, расскажите, как вы что-то у нас... Я, наверное, с 13-го года, да, по-моему, если не ошибаюсь? Нет, да, вот я с самого начала, как этажи зашли на Тобольский рынок, я сразу сюда резюмой отправил. С первого ДТВ. Да, я просто до этого уже давно решил для себя, что хочу с недвижимостью свою карьеру связать. И потом, где работать в сфере недвижимости? Только у лидера. Тогда это же были лидером в Тюменской области. Сейчас они лидеры во всей России. И не только в России. Даже если вот глобально про мир говорить, то мы в десятке, да? Если вообще в мире. Ну, в мире, да, да, да. Вот смотрите, Рашид Трукович, а что за 9 лет поменялось в плане работы? Ну, наверное, здесь в Тобольске нам пришлось переломить недоверие вообще к риэлторам. Было, да? Я помню, помню. Я приезжал, все говорили, нам не доверяют, не хотят нашими услугами пользоваться. Никто не верил, что в Тобольске клиенты готовы будут платить эту комиссию. Слушайте, ну у вас на самом деле комиссия самая низкая по России. То есть вы во сколько, по-моему, 12 тысяч плюс 1% или сколько? Да, от 12 до 16 тысяч плюс 1%. Ну, атмосфера в городе поменялась. То есть, как вы говорите, согласен, проникновение риэлторской услуги, она вообще там около, наверное, 80, да? Да, тут, наверное, вообще 90. Ну и вообще, если что поменялось, то... Ну, я знаю, загородка развилась очень сильно. Загородка развилась, застройщики к нам начали относиться уже к полноценным партнерам, к равным, относились же тоже с недоверием. Кто такие там, почему вы будете продавать нашу? Все меняется. Ладно, спасибо. Молодцы. Я просто Рашид Руковича знаю, вот все 9 лет постоянно приезжаю, и какие-то такие хорошие отношения, такой настоящий ветеран уже, можно сказать. Да, и фигурно. Все, сейчас у вас еще с этим ветераном познакомлю. Так, это у нас тоже риэлторский зал, вот он один из самых первых был. Тут тоже все хорошо, и сейчас я вам хотел... Пойдемте приветствуем еще раз. Мы уже здоровались, но на камеру еще раз нужно. Тимур у нас есть, ну, такой интересная судьба в компании, да? Очень. Очень, то есть, во-первых, это один из лидеров. Тимур, по-моему, несколько лет одним из первых был, да, первое время? Память мне не изменяет. Топ-3 регулярно, всегда первые лет пять, да, шесть. Потом, значит, что-то там случилось. Расскажи, что-то случилось. Ты, ну, ты что, уходил у нас, да? Я уходил позапрошлом году, вот год назад вернулся, вот уже отработал. Слушай, а по каким причинам что-то мне так пошло? А, скорее всего, усталость какая-то была у меня, да. Ну, бывает такое, наша профессия сложная. То есть, ну, потом где-то год, я так понимаю, полтора где-то это, и возвращение. Нет, ровный год. А, ровно год, да? В этажах, потом вернулся и заново начал. Ну, тут сейчас все нормально. Все? Да, я смотрел результаты, думаю, сейчас видео грамоту получил за лучшие результаты. Тоже неожиданно. Молодец. Очень ожидано, молодец. Да, ладно. Ну, все, поздравляю, молодцы. Спасибо вам. Все, рад, потому что с Тимуром тоже, ну, я помню, еще вот в 13-14-м постоянно выручал. Я, к сожалению, в Тобольске раньше чаще ездил. Вот в этом году, не поверите, первый раз. И могло так случиться, что я, ну, ни разу бы не... Я всегда был в каждом году. И в 12-м, в 13-м, в 14-м, каждый год был здесь. И в этом году почти не побывал. И я принял решение, что с Вин-29 декабря нет. Не будет такого. Фактически уходящий поезд этого года. Да, 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 успел. Так, а здесь тоже интересный кабинет. Он такой, раньше тут руководитель сидел, насколько я помню. А сейчас у нас здесь департамент или... Эксперты-риэлторы. А, эксперты-риэлторы, да, сюда. Все, перешли. Они видите, как здесь себе. Ну, тут комфортно, я вам скажу, сидится-то. Да. Более чем. Это вот клиенты переезжали, им подарили. Да? Да. Сток большой. Все, понял. Так, слушайте, ну хорошо здесь. Так, а у вас вот у некоторых красные стулья такие? Это что такое? Можешь узнать? Красный стул – это лидер по новостройкам, либо по загородной недвижимости. А у Оксаны Львовны красный стул, потому что их группа подарила. То есть такое мимикрирование под лидера, да? Да, да. Ну, нормальная формула. Лучшая группа поваловой выручки, поэтому я считаю... В принципе, надо узаконить. Все, ладно, все, понял. То есть, ну, интересно. Пойдемте, буду знать. Так, здравствуйте. Так, я хотел к Марии подойти. Мария, к тебе, к тебе. Мария, ты у нас тут один из лидеров, вот я видел. По-моему, на втором месте, да, Светофория находишься? Нет, на четвертом. На четвертом, я, значит, давно смотрел. Что, как вообще обстановка? Мария у нас еще членов Совета активных... Садисты, не на нее оставайтесь. Мария еще членов Совета активных риелторов одновременно по сети. Много иди, кстати, постоянно дает. Ну, в последнее время еще не получалось в нем участвовать. Да, так, как будет. Всегда какие-то идеи, обсуждения всегда участвовать. Смотри, как клиент меняется вообще? Вот с переходом в онлайн? Можешь так в двух словах рассказать? Ну, клиент заходит очень много иногородних. Вот эти онлайн инструменты очень помогают. Вообще, очень много. И севера, и с Тюмени к нам, кстати, очень много. Да, и с Тюмени поехали? Да, да, потому что у нас ценник, соответственно, ниже намного, чем в Тюмени по недвижимости. Кстати, сколько сейчас можно купить однушку здесь? Однушку, если более-менее новый дом, ну, 2-100, 2 можно купить. А если, вот, допустим, БУ? БУ вообще, вот, миллион 100, миллион 200. Да? То есть это без ремонта. Слушайте, может реально к вам переехать. Да, можно. Нет, серьезно, таких у нас цен в большинстве... У нас есть, да, вот у меня еще несколько отделок было, да, вот такие дешевенькие квартирки. Но это, получается, конечно, бывает не ликвид, первый там... А комиссию, получается, продавец платит там 16 плюс 1 у вас? 27 тысяч, да? Да. Ну, слушайте, у вас тут... Средний чек, ну, в этой дать, но все равно. Средний чек у нас 37. А, 37 тысяч, ну, что повыше средняя цена. Конечно, там все равно у нас цены разные. Слушайте, ну, ладно. Вы у вас тут, я так понял, вентиляцию не включаете, да? Мы включаем, когда... Жарко. Жарко, да. Да, ладно. Сейчас, сегодня просто не жарко. Не жарко, ладно, понял. Ну, все, молодцы. Все, хорошо. Так, и еще давайте я вам покажу один зал. Здесь, здесь вот такие все офисы, пространство. Так, здравствуйте. 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 Мы хотим с вашим суперлидером пообщаться. Кто не знает, Данил Данирович, это у нас лидер нескольких лет по количеству сделок по сети. По-моему, в шестнадцатом или семнадцатом году, да? Или с тринадцатого по... С четырнадцатого. С тринадцатого я устроился. Да. По семнадцатый год был по сети лидером. Сейчас тоже высокие места занимает. Понятно, что лидер в Тобольске. Вот просто сейчас там в Тобольске чуть рынок просел последние вот два-три года. И поэтому, ну, сложно. Есть все равно там предел, да, когда рынок ограничен. Вот. Но, тем не менее, результаты очень серьезные. В этом году, по-моему, больше ста, ты точно сделаешь? Да, это сколько примерно? Я не считал. А? Я не считал. Ну, я... Как бы сейчас другие маленькие приоритеты чуть-чуть. Да. 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 Слушайте, да, по-моему, под сто пятьдесят, скорее всего, где-то будет сделок. Вот если весь декабрь посмотреть, где-то сто пятьдесят сделок. Это вот реально, ну, вот реально, там, абсолютно ничего там, не новостроек, ничего, вот чисто вторичка, да, там, за город. Частично совсем маленький процент новостроек. Вот. Хотел поблагодарить, во-первых, Даниля, за такой эффективный труд, потому что у нас сто девяносто городов, и стабильно он каждый год по объему сделок входит в пятерку, вот по всей сети, то есть это, ну, представляете, какой сложный выбор. Можешь там пару слов буквально сказать, вот, за счет чего или секрет какие-то поделиться? Секретов нет, просто занимаюсь любимым делом, работаю, выполняю то, что мне нравится, и все само собой делается. Ну, понятно, ладно, хорошо. Я знаю, что и воспитываешь подопечных, да, то есть говорят, успехи есть в последнее время, да, то есть Люксу, да. Вот видите, как улыбается команда. Да? Это у вас задатки, да? Да. Где-то я такое уже видел. Вулан Уде. Вулан Уде такое видел, это там, да. Не все, конечно, тут жгут, но... Слушайте, ну это за этот месяц, что ли? Да. Серьезно? Да. Вот видите. Данил Данилович, это вот Данил Данилович в группе? Да. Мы просто недавно общались весь с Гоу, да недавно что-то говорю, что-то с менеджерством как-то не очень. А тут, оказывается, такое происходит. Вопросов нет, я думаю, цифры очень серьезные. У вас-то средняя результативность, по-моему, вообще рекордная. Одна из рекордных по всей сети, наверное, в группе. У меня вот выручка за декабрь, конечно, радует. Как бы мы как-то с вами разговаривали, вы сказали, вот будет полтора миллиона выручка твоей группы в месяц, то как бы будет все хорошо. Ну, в общем, это показатель. Ну, молодец. Так, ну ладно, слушай, я рад за тебя, потому что у меня, знаешь, у меня ассоциация у нас в Тюмени, Ильнурыш Киев есть. Он тоже, знаешь, работал риэлтором. Мы с ним общаемся. Я долго пытался ему продать идею менеджерства. Гляжу, говорит, я риэлтором-риэлтором буду. Я говорю, ладно, давай, говорю, если решишь, скажешь, я уверен, у тебя вообще будет все суперкруто. Вот, и тебе я так же себя говорил. Вот, и я очень рад. Мы в одно время зашли. Да, да, да. В октябре месяце прошлого года. Да, и я вот очень рад, что у тебя тоже так все круто получилось. Молодец. Хороший пример, он заразителен. Да, заразителен. Так, ладно, это ваша команда, да, вся эта, понимаешь? Нет, еще не вся. Еще не вся. Шесть человек. Так, а кто у вас лидер сейчас? Елена, Елена Киселева. Люда, да. Елена Киселева, да. Елена Киселева вот диплом сегодня по лучшее, как по новостройкам. По новостройкам, да? Да. Слушайте, это вы в декабре 12 задатков уже? Так. Нет, да. Ну, еще еще. Слушайте, нет, ну, для статичного города, ну, чуть-чуть так это, много. И причем я смотрю, все делают в среднем очень высоко. Все есть остальные. Есть остальные. А это вы лидер просто выводите? У нас вот Светлана Меншикова, вот она... 8 всего сделала. 3. Она новичок, она закрыла сделки, получается. Вот, ну, она работает 2 месяца. Да, ладно, молодцы. Так, ну ладно, Даниль, давай, жму руку. Молодец, слушай. Я думаю, сеть тебе должна обращаться за консультациями, как риэлтору становиться эффективным менеджером. Все, супер, звезди начали. Все, спасибо тебе большое. Все, риэлтору. Так, как онлайн вообще происходит? Я знаю, мы же в юридическом очень сильно продвинулись. Да. Ну, зашло у нас, так скажем, изначально... Не очень, я знаю, это боль был в остающих по этому показателю. Ну, потому что у нас все равно население в городе такое, можно сказать, немного... К онлайну, не, не остающие, а к онлайну непривыкнушие. Да, непривыкнушие. Вот так назовем. Но, в принципе, как бы сейчас, то есть на данный момент у нас очень хорошие показатели. То есть на сегодняшний день у нас процент, доля проникновения составляет в районе 30%. Для нас это очень хорошие показатели, но на следующий год, на 22-й год, то есть поставили себе тоже цели, планы, наметили. Хотим, чтобы доля у нас росла, стала больше намного. Ну, я думаю, в принципе, мы этого добьемся. Да нет, все хорошо будет. Целлисты по недвижимости, когда поняли, что это удобный инструмент, что это быстро, да, конечно, они стали продвигать клиенты. Это правильно. Александр, Анатольевна, вы здесь, да, у нас? Да, я здесь. Ну, так в тесненных условиях, там риэлторы иногда лучше живут. Это правильный подход. Я не хочу одна, мне надо, чтобы, понимаете, к юлистам как раз поток постоянный. И все со всеми сейчас, слушайте, молодцы. Поэтому у вас такие результаты. Поэтому здесь и со всеми вижу, и со всеми разговариваем, и проблемы в случае чего, слышу по сделкам, какие проблемы происходят. Ну, слушайте, вот это я понимаю правильный подход. Серьезно, я вот сторонник, что руководитель должен прям, я сам, у меня же дверь открыта всегда, а у меня рядом сидит техподдержка. Я всегда вижу, кто с чем приходит, с какими жалобами, вопросами, то есть это очень важно. Самые, да, такие. Да, у меня двери вообще нет, не то, что она открыта, просто нет. Поэтому всегда все вижу. Все, Лена, молодцы, молодцы. Так, и, наверное, давайте еще пойдемте, сходим. Отдел аренды, да? А, я пропустил отдел аренды. Пойдемте, сходим, посмотрим. Так, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Так, отдел аренды. Так, рассказывайте, как у вас дела идут по аренде. Все нормально? Да. Новые планы поставлены. Ну, почему? Сразу же планы, сразу же планы. Мы эти планы достигаем. Не, ну в этом году, это, вроде у вас так эффективная деятельность. Немножко там было проседание, я так понимаю, или нет, все хорошо? Нет, у нас наоборот, мы видим увеличение именно по физлисам, к чему мы стремимся. Этот клуб был направлен на это, сейчас у нас главный, это хороший коллектив, именно сильный коллектив, задача такая стоит. Поэтому закрепляемость, у нас сплоченность коллектива, все это мы разрабатываем. Сейчас вот читательский клуб набираем наших кандидатов. А, ну много желающих? Всем уже, из нашего отдела. А, только из вашего отдела? То есть практически все. Так, ну надеюсь, там что там читают? Закрепляемость. Бизнес, литературу или художественную? Все, все. Да, мы сделали так, что я как руководитель даю, вот как раз книги выбрала, которые мы будем первую заказывать, из списка, которые мне Олеся не поддала. Ну хорошие книги, слушайте, МОЗ, особенно кто хорошие? Ну вот хотят все вот это 45 татуировок продавано. Тоже хорошая книга, Максим Батарев талантливый человек, поэтому и книги у него хорошие. Ну, чтобы не напрягать полностью риэлторов, они будут предлагать свои варианты. Кто-то любит историю читать, вот как у нас Анна Тивсина, кто-то художественный. Мне тоже история нравится. Один из моих любимых предметов в школе был, это сейчас. Серьезно. Так, спасибо. Давайте, удачи вам. Так, ну здесь давайте я вам тоже покажу, здесь проходят совещания, встречи, тоже вентиляция везде. В общем, везде мы тут, у меня же взык, я считаю, вентиляция должна быть везде. Вот, тут с удивлением узнал, что ее включать не умеет, можете себе представить. Мы сделали вентиляцию, кто-то им неправильно дал инструкцию по применению, и в общем, они не включали на тепло. И поэтому всем холодно было. Вот, сейчас вот разобрались, сейчас, естественно, проведем работу по всей сети, ну, что-то такого-то. Ладно. Так, и у нас еще один департамент вот здесь. Риэлторский зал. Так, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, у вас тоже тут комфортно, да, хорошо? Все хорошо. Все хорошо. Так, ладно. Украшали самостоятельно. Самостоятельно, да? Но я вижу тут... Каждый в своем зале. В зале, да, молодцы, молодцы. У нас в этом году было и поздравление от каждой команды свое. Мы разобрали... Века. То есть мы аупом представляли поздравление со второго века. Да, вчера у нас было поздравление из будущего от команды Дмитрия Викторовича Пономарева. Слушайте, ну, у вас тут весело, весело. Все, молодцы. Все равно мы к вам зайдем. Так, здравствуйте. Мы у вас тоже решили зайти посмотреть, как дела идут. Так, ну, у вас тут... У вас холодно вам? Все хорошо, да. Нет, серьезно, уже хорошо? Нет, а серьезно, почему? Вроде тут хорошо так. Ну, у нас есть коллеги, которые очень любят тепло. Все, одни открывают, я смотрю, окно открыто. Да, у нас, смотрите, какая ситуация. Когда мы утром сюда приходим, здесь никого нет, и очень холодно, потому что там с окон у нас дует. И мы утром включаем, буквально час-два, потом, когда люди начинают ходить, уже теплее становится, и уже хочется открывать окошки. Так, ну, понял, хорошо. Так, ну, ладно. Что необычного в работе такое происходит в Тобольске? Кто скажет? Чем отличается Тобольск от других городов? Тобольск, наверное, в нашем городе все-таки клиенты более такие лояльные, очень, ну, такие открытые, отзывчивые, то есть получаем очень много вот подарков, да, в данный момент сейчас, особенно по окончанию года, заработая, отзывы. От клиентов, да? Вот, круто, слушайте, это лучше это. Здесь, наверное, вот у нас более такой тесный городок, поэтому вот все клиенты уже... Подарки бывают картошкой, салом и так далее. Главное, чтобы комиссию так не платили. Я расскажу одну историю. У нас вот у одного топового риэлтора клиент продавал здесь квартиру, переехала в Волгоград. И пришла ей большая посылка на 5 килограмм с Волгоградом. С поздравлением. Да, круто, круто. Орехами, баночками. Слушайте, ну это же классно вообще. Мне всегда нравится вот такая, знаете, домашняя атмосфера. Я считаю очень круто. Ладно, спасибо большое. Спасибо вам. Вот, кстати, пончики, да, вкусненькие? Да, у них всегда обязательно, у них халатушки. Не, пончики это очень вредно. Ладно, спасибо. Пончики, да? Я вам секрет открою. Многие любят, не только риэлторы. Так, ну ладно. Так, ну в качестве резюме. Молодцы, шикарно все здесь у нас, конечно, в Тобольске. Спасибо. Во-первых, это для нас основная модель вот для статичных городов. Потому что все-таки у вас там, если не ошибаюсь, порядка, наверное, ближе к 80 миллионам, да, к 100 миллионам выручка. В год? Да. Да, чуть больше даже. Даже больше, да. Вот, вот. Поэтому, ну это хорошие параметры. В целом и маржинальность тоже на неплохом уровне там бизнеса находится. Вот. Главное, что люди эффективно работают. Вот, здесь очень интересная модель низкого ценообразования используется нашей компанией. То есть за счет этого большая доля рынка, там, по-моему, больше 50 процентов. Да. И я думаю, что это такой правильный, в целом, подход. И мы, наверное, к нему будем стремиться. То есть, потому что, если там, мне кажется, вот, у нас, знаете, всегда дискуссии идут. Я всем привожу пример. Ребята, ну есть вот Тобольск примера, да, которые там, вроде комиссия ниже. При среднем чекинге. Да, среднем чекинге. Но за счет объема сделок, производительности труда, достигается работоспособность из коллектива. Настроение у всех шикарное. Я сейчас был, участвовал в собрании, просто видно, что такое все в приподе там настроение. Вот. И для бизнеса в плане там, ну, акционерного капитала тоже хорошая доходность. И, в принципе, все счастливы. Офис развивается, ремонт смотрю, мы красивые сделали. Везде там все по последним условиям. Места так хорошо расположены. Средние зарплаты высокие. Средние зарплаты высокие. Вот. Поэтому, ну, все нормально. Лично, большое спасибо. А всем городам есть о чем задуматься на тему модели в целом бизнеса. Спасибо.